Ребят, а перед началом видеоролика напоминаю то, что вышел новый набор ретро-волны, в котором ИС-3, СМЗ, Скорпион, Джи, СУ-100, Игрик и Кромвель-Бе. Ну и конечно же потрясный зеленый стиль, мне он конечно очень нравится. Для того, чтобы приобрести и попробовать этот пакет, нужно перейти на мой сайт, ссылочка будет в описании и в комментарии, пролистать чуть ниже. И тут будет пакет и ретро-волны, и северянин, и два в одном, можете приобрести, там все очень быстро, четко и дешево. Если что, ссылочка в описании. Ребят, всем привет, с вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про Т-20. Как вы знаете, разработчики добрались до очень-очень многих машин, там и американские танки и все-все-все остальное. И вот Т-20 они тоже затрагивают, только если в моем случае Т-20 для меня это был просто мега потрясающий танк, я его называл лучшим СТ 7 уровня. И в принципе для меня это один из лучших танков вообще с 7 уровня, то его еще и апают. И если я не ошибаюсь, как раз таки затрагивает его точечные характеристики, которые и стоило изменить. А именно это время сведения, там вроде бы что-то с точностью. И это хорошо, потому что у него время сведения, да, действительно не самое лучшее было в купе со стабилизацией, да, в купе там, без разницы. И вот это вот все немножко видоизменяет, и Т-20 на этом фоне будет играться еще лучше. Ну а мы вспомним, что это вообще за танк, как он играется и все-все-все по порядку. Броню я даже показывать не буду, потому что данный танк сам по себе картонный и он постоянно от всех выхватывает. Да, иногда что-то башне можно танкануть, там 180 где-то там ближе к маске есть где-то 140. Но в любом случае данный танк пробивается, и если вам скажу то, что на нем можно хоть как-то танковать, ну, наверное, будет неправильно. Единственное, что можно пробовать, это борта в 50 мм под каким-то там, ну, совсем маленькими углами выставлять и надеяться на то, что вас не пробьют. Но не более чем, то есть. Или башне иногда что-то отобьет. Все, в основном все пробивается, даже танком 5 уровня, всквозь. И надеяться на то, что что-то там отобьется как-то само по себе, но нет. Иногда это случается, но крайне редко. Поверьте мне, я на Т-20 откатал, ну, колоссальное количество боев. Я и 3 отметки в свое время взял и очень-очень сильно любил этот аппарат. И знаю про что говорю, то есть, если этот танк что-то отбивает, это просто, ну, за подарок. Даже если мою статистику глянуть на нем, там эффективность использования брони 0.09. То есть это, ну, в среднем я блокировал за бой это 70 урона. Ну, вы понимаете, что на это практически рассчитывать не стоит. Поэтому за это сразу же мы забываем. Следующее, что есть действительно уникального и хорошего в танке. В одной, с одной стороны, да, в один момент это кажется приятным, как бы это плюс. С другой стороны, это минус. Это орудие, потому что оно вроде бы и положительное, вроде бы и отрицательное. В чем плюс? Да, во-первых, оно хорошее с точки зрения, в принципе, альфы. Да, это не какая-то сверхрекордная. Вот, но по своим плюс-минус характеристикам, да, она неплохая. Ты смотришь, 240 урона. Ну, по сути, это СТ-8, да, 240, 250, 230 есть. 160 бронепробития на седьмом уровне тоже. Это не сверхпоказатель. Есть и 190, и 180, но более чем достойно, да, тех же там ИСов, всех остальных пробивать. Но в чем плюс? Это в голдовом бронепробитии 243. И, окей, когда такое бронепробитие там у каких-нибудь ПТ, А если вспомнить ПТ, да, та же СУ-122-44, у нее там 217 пробития вроде бы на подкалиберах, а здесь 243. То есть это тот тип снаряда, который нам позволяет пробивать там тех же ИСов, третьих, защитников, Крайслеров, всех остальных даже в лоб. И это плюс. То есть вот именно из-за голдового снаряда, конечно, это еще и подкалибер. Да, он, наверное, не сверхмолнееносный по меркам других подкалиберов, там, 1050, он плюс-минус летает. Но это более чем нормально. Да, стоит он 4400, это, ну, как бы тяжеловато. С другой стороны, базовый бронебойный снаряд, да, он летает всего лишь 850, да, он пробивает 160, но при этом стоит дешево. Все равно, я вот сколько поиграл на Т-20, да, если упираетесь только вот в суперэффективность, вообще вам на экономику игры наплевать, то есть вот только все мы кладем на алтарь того, чтобы чисто победить, да, тогда, ну, безусловно, чисто подкалибер. Если вы играете и так, и так, немножко и хотите понагибать, и думаете про то, как бы еще и сэкономить, то грузите где-то, ну, 40, приблизительно, там, в процентном соотношении 40% бронебойных, там, 50% подкалиберов и 10% фугасиков. Потому что фугасы здесь не сильно какие-то жесткие, ну, 45 бронепробития, 320, хотя бы там каких-то картонных ПТ потом можно будет и позабирать. Вот, и все остальное, вроде бы смотришь, да, с другой стороны, пушка 0.33, ну, приятно ли это, да, приятно. Пушка на 10 градусов вниз опускается, приятно ли это, безусловно. Ну, каких-то других каких-то параметров, там, тот же ДПМ, но 1950, с учетом того, что это прокачанный экипаж, это вентиль, это досылатель, это доппоек и всего лишь столько. То есть инструкция будет 2000, и ты думаешь, ну, почему? А вот так оно и есть, и КД 7, и 4. И, с одной стороны, кажется, как-то все это плохо, да, время сведения 2.01, вроде бы не самое долго, но хотелось бы и побыстрее. И тут же и стабилизация, и все-все-все сюда вписывается, и ты думаешь, ну, вот, что-то как-то не укладывается. С другой стороны, в чем здесь также плюс этого орудия, можно сюда ставить спокойно в стабилизатор. Почему? Потому что базовый обзор у нас замечательный. Если здесь у нас боевое братство, радиоперехват, орлинный глаз, доппоек и вентиль, у нас 453 метра обзора, это более чем достаточно для того, чтобы эффективно себя чувствовать на поле боя, можно было подсвечивать. Это хорошо, иметь такой обзор, это действительно хорошо, и поэтому сюда стабилизатор, ну, он просто-напросто напрашивается. Минус 20 стабилизации, прекрасно. С другой стороны, не было бы у нас обзора играть совершенно слепым на картонном быстром танке, но это какая-то грубая ошибка. Да, ты точно стреляешь, но при этом ты не видишь, тебя видят, засвечивают и в ангар. Поэтому это был бы, ну, действительно, минус этой машины, но здесь как бы с этим есть. И плюс ко всему здесь еще прекрасная маскировка. Можно 35% сделать, это если вы допоечек, вентиль, соответственно, в экипаже прокачаете маскировку, ну и поставите какой-нибудь сюда камуфляжик. Будет как бы замечательно. И по всему остальному, знаете, вроде бы смотришь на пушку, вроде бы есть плюсы, да, есть альфа, есть там какое-то голдовое, там, пробитие, все остальное. Есть какие-то другие минусы, но играть на нем приятно, честное слово. Если вспомнить, на кого этот танк более-менее чем-то походит, ну, из всех машин, которые есть, больше всего он мне напоминает Ланс НС. Потому что геймплей плюс-минус такой же. Этот танк такой же быстрый, он такой же мобильный. Да, он, наверное, не такой супер-молниеносный, как Ланс НС, потому что там удельная мощность запредельная. Но здесь 56 вперед, 20 назад, кобыл 18, как бы, и замечательно. Если вы ставите сюда тот же вентиль, там первый слот под мобильность, да, чуть-чуть больше станет. Если увеличиваете еще полевую модернизацию, то есть полностью прокачиваете, еще получаете плюс 3. Ну и того, где-то 18,5 кобылы, получаете на тонну, этого более чем достаточно для того, чтобы спокойно перемещаться. И вот здесь у них с Лансеном действительно, ну, вот что-то есть. Во-первых, для своего уровня это не маленькая альфа, да, это не 180, как у Т-43, там, каких-то других СТ-шек. Но это и не супер-агроменная альфа, то же самое и у Ланс НС. Так-так. Базовое бронепробитие для своего уровня не самое огромное, но и не самое маленькое. Так-так. Вот в голдовом бронепробитии здесь у Т-20, конечно, преимущество. У него почти такое же, как и у Лансена, только Лансен на восьмом уровне. Но зато в другом случае Лансен, конечно, более ДПМ-нет, то есть тут вопросов нету по своему уровню, он действительно так чувствуется. А вот что касается комфортности ведения огня, то здесь плюс-минус то же самое. Вот они вроде бы точные, но не всегда попадают. Вроде бы время сведения, но что-то долго, стабилизация и все остальное. Но также плюс 10 градусов у ВН и то же самое. Количество ХП тоже не самое большое. Здесь 1100 и там так же. Бронирование, ну, то же самое. Иногда что-то там Лансен отобьет башни, и это крайне редко случается. То же самое на Т-20. Оба мобильные, оба с маскировкой, да, и обзор как бы. И поэтому по своей сути, по своему геймплею Т-20 очень сильно напоминает Лансен Си. Только он себя чувствует гораздо, ну, бодрее и интереснее, потому что на седьмом уровне, ну, во-первых, игроки не такие супер какие-то, ну, скажем так, сильные, да, им балансные. Ну, а во втором, на седьмом уровне, когда ты попадаешь с пятерками, конечно, играть, ну, приятнее. Конечно, приятнее играть. Потому что игроки, которые заходят, играя на седьмом, на шестом, на пятом уровне, даже если это сверх какие-то статисты, они не заходят туда нагибать за каким-то цифрами, за всем остальным. Даже если они за этим заходят, они играют просто в наслаждение. И вот именно там Т-20 раскрывается полностью. Я на этом танке точно помню то, что взял вроде бы три отметки, даже не сыграв 100 боев, потому что данный танк замечательный. Я не показал каких-то сверх-мега-огромнейших результатов на этом танке. Точно я помню то, что у меня был замечательный процент побед, если не ошибаюсь, что-то там около 65. Средуха была что-то 1700. И для своего, ну, седьмого уровня это более чем достаточно. Он потрясающе просто фармит статистику. Вот просто потрясающе. ВН 8% побед, даже средний урон вы на нем можете немного поднимать. И, в принципе, если так посмотреть-то на танки седьмого уровня у американцев, они годные. Т-29 годный аппарат среди тяжей, я считаю, это лучше. Т-20 это для меня лучший СТ. Т-25-2, ну, здесь спорно как бы, но танк тоже сам по себе неплохой. Там бронепробитие сумасшедшая просто на топовой пушке, там, что-то около 260. И, в любом случае, если вы ищете что-то такое вот интересненькое, за что можно зацепиться, поиграть, посмотреть, не знаю, даже пофармить себе статистику. И при этом не обязательно там на третьем уровне. То Т-20 это, ну, просто танк вашим услугам. Он помогает выпрямлять руки. И если вы, как бы, любите Лансен Си, если вы катаете на Лансене, то Т-20 вам тоже однозначно зайдет. Вот однозначно. А у них, в принципе, классификация, геймплей, все фишки и все-все-все остальное у них действительно схожи. Поэтому присмотритесь к этому танку. И его сейчас апнут. Вообще, самое время будет только играть. Сейчас он будет быстрее сводиться, точнее стрелять. И ему просто вообще цена не будет. Лично мое такое мнение. Ну, а вы пишите в комментариях, что вы думаете по поводу машин седьмого уровня. Стоит или не стоит вообще играть на них. Ну, вот как-то так, друзья. Ну, а вам большое спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на мой канал. Вот, писать свои комментарии. По пакетам все ссылки будут в комментариях. Там и в описании можете перейти и все глянуть, посмотреть. Ну, и до новых встреч. Пока-пока.